американская история ужасов пятная снова на экранах прошло полгода да я тоже в это не верю прошло пять месяцев с пятого эпизода реклама возвращения была плохой сериал чуть не ускользнул от радара но он вернулся и у нас есть эмо робертс в роли анны справляющейся со сверхъестественным во время беременности в первой серии происходят не одна а две смерти вторая часть начинается кроваво поддерживаю такой подход итак давайте окунемся в серию и разберем что из нее можно извлечь американская история ужасов деликатная шестой эпизод объяснение окончания это видео содержит спойлеры что случилось с матерью декстера концовка этого эпизода была о дексе узнавшим о том что его мать не пришла на вечер запуска в последний раз его мать появилась в предыдущем эпизоде общаясь с мисс проповедник она пыталась предупредить о возможной опасности для семьи если вспомнить пятый эпизод несколько месяцев назад мисс проповедник говорила об злобе каната ведьм на декстера он заставил свою бывшую жену аделину предать их своих преданных игроков поэтому аделина погибла в огне это была их месть но смерть матери декстера показывает что месть все еще в их умах матерь декстера была найдена мертвой в ванне своего дома на зеркале было написано я пыталась вас предупредить хотя это не указывает на то кто это может быть давайте посмотрим на потенциальных подозреваемых первый это кабель ведьм говорят что они хотели отомстить декстеру и это в буквальном смысле может быть их способом сделать это ударив его по тому месту где еще больнее второй отец декстера мы знаем что его мать подала на отца декстера в суд и она хотела чтобы декстер дал показания против своего отца но он отказывался это делать в пятом эпизоде была фраза которую сказала его мать какой вред это может причинить когда обсуждала тот факт что она собирается подать на него в суд и очевидно что теперь ну она мертва так что это кажется очень подозрительным кроме того последним подозреваемым является гэжа проповедник в то время как казалось что хотя она присматривала за матерью декстера на самом деле она была тем человеком который предупредил ее в эпизод 5 что-то что связывает ее с последним сообщением которое было написано на стене так что несмотря на то что это наименьшая вероятность подозреваемого это все равно определенный вариант у кого еще было сообщение на зеркале в первом эпизоде это была анна а она тесно связана с ведьмами которые как кажется присутствуют в шоу так что по всей видимости все указывают на них как на лиц ответственных за смерть матери декстера в данный конкретный момент открывающая сцена этот эпизод начался еще в 1988 году через год после того как мы увидели вспышку в эпизоде 5 где мисс проповедница заключила свою сделку и была вынуждена отказаться от своего ребенка это означало что женщина по имени маргарет привела своего новорожденного ребенка домой и ей пришлось справляться с ребенком в то время как муж гейн олкот просто сидел и не участвовал он очень плохо относился к своей жене не был рядом с ребенком говорил что еще не чувствует себя отцом и также не слушал свою жену когда она в наибольшей степени нуждалась в нем это было связано с темой которая была среди шивон и анны когда они обсуждали роль которую они считали какую хотят видеть у них мужчины в обществе отказываясь от своих мечтаний чтобы ухаживать за детьми и быть матерями пока мужчины развлекались и строили свои карьеры мистер олкот читал книгу 7 навыков высокоэффективных людей в то время как маргарет заботилась о малыше показывая что он больше вкладывался в возможности которые он хотел создать для себя чем в семью которую он только привел в мир однако интересной стала часть когда маргарет умерла ночью от аневризмы и тогда мы узнали что ребенок перед нами анна в больнице появилась николетта выглядевшая как почти 30 лет спустя в настоящее время она взяла анну и спела rock by baby колыбельную с зловещим смыслом и происхождением эту колыбельную создали еще в 1678 году где текст песни был воспринят как пожелание смерти направленная на сына короля якова второго где многие надеялись что он умрет и будет заменен протестантским королем в контексте этого шоу мар пела эту песню анне а затем когда она умерла и николет взяла ее на руки она спела ее и ей но она заменила строчку вниз придет детка колыбель и все такое с дауном придет анна колыбель и все такое показывая что даже в этот момент анна была совсем маленькой ею еще тогда интересовались так что дело не только в напрямую связан с декстером и аделиной как мы изначально думали это был путь который она была на протяжении всей своей жизни и сейчас время как раз подходящее для них значение кукол во время этого эпизода мы увидели что вокруг анны появилось больше кукол эти куклы появились в первой части сезона и были почти как куклы вуду были такие у которых кресты и гвозди в животе когда они появлялись анна чувствовала боль или думала что теряет ребенка в этом эпизоде две куклы были добавлены в коллекцию одна имела отметку на спине другая сломанные ноги это не предвещает они ничего хорошего в будущем анна прикрепила в картах место где нашла кукол путь который отметила карта обозначил символ сатанизма что часто встречается в шоу в эпизоде была сцена где анна галлюцинировала видя как соня талия айви и николетта идут к ней они по сути говорили да здравствует сатана они точно сатанисты эти люди не стареют так что они связаны с темной стороной они манипулируют людскими умами вызывают проблемы в реальности как было с мисс проповедник крововой мэри и ее сестрой тот факт что анна имеет галлюцинации говорит о том что они контролируют ее они хотят ребенка но и стремятся завербовать анну знак на лице анны стал заметнее в этом эпизоде такой же униколет они могут хотеть анну столь же сильно как и демонического ребенка до ребенок анны демон его острые ногти пронзили ее живот он выглядел так же как у марии сотни лет назад она рожает дьявола возможно ты хочешь оскар также сильно как ребенка вот таким был вопрос заданный n в пятом эпизоде она ответила утвердительно и в этом эпизоде после смерти бабиты казалось что n теперь стала человеком которому выставляют счет за победу в оскаре при этом чувствуется что это может оказаться одной из тех косвенных сделок которые только что были совершены точно так же как то что произошло с проповедником когда она хотела добиться успеха в индустрии моды это стоило ей ребенка и ее счастья со всеми галлюцинациями которые происходили на вечеринке по случаю запуска декс например когда она увидела супер фаната которого она уже видела ранее когда она выиграла приз в начале сезона а также видела то что могло быть канатом ведьм перед ней это подстегнуло ее захотеть бросить участие в гонке за оскар это было чем-то из-за чего шивон буквально выбила это из нее и она произнесла речь о том что она не должна отказываться от своей мечты чтобы родить ребенка уступив тому что хотели от нее мужчины здесь было объявлено о смерти хэмиша он угрожал шивон говорила поступить со угрозами все о их секретных отношениях и о фильме который был сужден упасть и о том что ему сказали просто присвоить свое имя режиссировать не задавать вопросы о происхождении что то что он определенно не должен был делать шивон видимо убила его это ни в чем что было интересно о том что это было сделано бутон сделал это сам интересно что случилось с матерью декса на самом деле имеет связь с этим подходом который может пролить свет на смерть матери декса анна видит карточку где написано что нельзя доверять ни одному из них а затем видит мисс проповедника в углу кажется впереди ожидают встречи с двуми персонажами проповедник рассказывает анне о ее прошлых испытаниях и платья я заинтригован развитием при обзоре эпизода это хороший релаунч мне потребовалось время чтобы набраться оперативности то есть после отсутствия в мире в течение нескольких месяцев и после перерыва в середине сезона это заставило меня осознать что мне не хватает и чес нет аналогов в эфире и хотя шоу не то что было раньше но видеть знакомые лица это отлично за 45 минут эмма робертс настоящее лицо шоу и лучший актер этого сезона ее роль впечатляет и ощущаешь ее боль не только умственную но и физическую мне кажется что мне больше нравится ким кардашьян в начале казалось что она как нпс но с развитием серии она больше вжилась в роль кажется что в этом сезоне много вариантов развития но с оставшимися тремя сериями темп будет быстро расти чему я с нетерпением жду